Всех приветствую! Мы находимся в очередной деревне Кавернинского района Нижегородской области. Эта деревня носит очень необычное название. Деревня Гарль. Удивительное слово. Не знаю, от чего она произошла. Смотрите, здесь прошел большой ливень. До деревни ведет старый советский асфальт. А в трассе примерно один километр. Не знаю, найду ли я здесь такие вот экзотические дома, которые я видел в соседних деревнях. Но пока что мне попадаются вот такие вот старые стандартные домики. Вот этот вот домик-2. Он покосился. Но электричество к нему подходит. И вот смотрите. Обратите внимание, какие маленькие окошечки на этом доме. Смотрите, просто какие-то крошечные оконца. Удивительное сооружение. Следующий дом 7. Окошечки тоже маленькие. Да, удивительная архитектура встречается все-таки. Деревня Гарль находится в окружении лесов. Из удобств здесь, пожалуй, только лишь свет. Деревня довольно уютная. Шум от проезжей части не слышен, потому что километр. Это вот то, как раз комфортное расстояние, чтобы не слышать шума. Следующий дом у нас. Смотрите, крыша разрушена. Заброшенный домик. Ну, это самый стандартный дом. Здрасте. Здравствуйте. А вы не подскажете, вот деревня Гарль или Гарель? Гарель. Гарель? От чего она произошла, такое название? Ой, история уходит далеко. Далеко, да, не знаете? Я вот услышал необычное название, вот решил прогуляться. Скорее всего, название Гарель произошло от слова «гореть». То есть, деревня сгорела, и на ее месте отстроили новую. Ну и домики здесь самые разнообразные. Очень много новостроев. Типичного кавернинского зодчества здесь, скорее всего, мы не увидим. Вот, смотрите, здесь есть телефонный аппарат. Россвязь. Проверим. Так, пока никакого сигнала нет. Хотя нет, установился. Гудок есть. Россвязь. Местный житель сказал, что здесь очень много домов разрушилось. Ну и... Также есть много новостроев. Вот, смотрите, какой дворец. Ну, это, конечно, новострой. Хотя красивый, что говорить. Деревня очень маленькая, уютная. Да, не спорю. Откровенно заброшенных домов нет. Горель. Ну и, собственно говоря, мы подошли к одному концу деревни. Вот здесь, скорее всего, крайний дом. Вон там, скорее всего, баня стоит, если я не ошибаюсь. Вон баня. Солнце светит прямо в камеру. И вот крайний дом. Похоже. Да, смотрите, там даже какая-то кабина. Автомобильная кабина. И крайний дом. Дом номер один. Вот он. Не знаю, Жилой он или нет. Ну, по крайней мере, Трава скошена. И выглядит он довольно-таки Жилым. Хотя в данный момент он закрыт. Там есть замок. А это Дорога уходит По всей видимости В лес Через поле. Вот, смотрите. По-моему, здесь овёс Кто-то посеял. Не знаю, какой-то местный фермер, может быть. Да, овёс. И птицы выпукнули. Вот он, овёс. Красота. Поле небольшое, но Отрадно видеть, что его засеяли. Разворачиваемся, идём В другой конец деревни. В другой конец деревни. Ещё более Немноголюден. Там всего несколько домов, скорее всего, Находится Такая Очень Компактная деревня горы. И как мне сказали, Чуды здесь не ходят. Действительно Это так. Я в виде исключений Здесь Кстати говоря, В Кавернинском районе И Семёновском Который расположен по соседству Очень много староверов Поэтому С ними надо общаться Аккуратно, дабы Не внести Какую-то сумятицу В их уклад жизни. Например Если попьёшь Из колодца старовера То Тем самым Его осквернишь И из него Нельзя будет пить Примерно 40 дней Причём Эти 40 дней Каждый день Надо отмаливать Вот так вот Вот такие вот Обычаи У староверов Поэтому Надо делать здесь всё Очень аккуратно Берёзовые дровишки Аккуратно сложены Небольшой трактор Ну вот этот вот Дом номер 5 Он как-то немножко Подзарвался Не находите? Но тем не менее Там стоят пластиковые окна И выглядит он довольно-таки Жилым Аккуратным Жилописно Вот смотрите С этой стороны Дорога уходит в лес И просто обалденный Лесная дорога И там куча рулонов В сарае лежит Смотрите Какая красота Ещё этот зон Так подсвечивает Очень красиво Две кошки сидят Один котёнок А вот кошка Смотрит внимательно хорошо здесь жалко конечно видеть такие дома полуразрушены вот смотрите стены все прямые только крыша разрушилась если конечно приложить руки то можно легко установить этот дом до уютно деревенька ничего не скажешь но из удобств только одно электричество никакой воды никакого газа у газа здесь наверное не будет никогда по крайней мере при нашей жизни это точно сказать что все люди местные знают друг друга это ничего не сказать знают всех смотрите какой здесь столб такую двойной и наверху какая-то металлическая конструкция что здесь было непонятно может какой-нибудь небольшой колокол подавать сигнал тревоги ну и здесь поблизости находится покосившийся колодец именно покосившийся вот я снимаю прямо на колодец наклонился на левую сторону и поблизости рядом вот такой гигантский камень этот камень видео все становление деревни особенно интересно а если здесь вода простилы а я вам отвечу что вода есть ну очень глубоко и она такая очень грязный что ли вряд ли тут кто-либо пьет из этого колодца интересно его осквернил или нет но в любом случае из него никто не пьет поэтому будем надеяться что нет ну естественно поближе к воде да поэтому как бы вот почему горель но изначально я думаю что она называлась не горель ну не знаю я я не нашел очередной да скорее всего это как-то она по-другому может быть может быть сколько столетий здесь это деревенька была детстве своем она была мою здесь она была вот вся застроенная дам я видел в деревне овечки на мне женщина сказал что дому вообще по 300 лет там такой двухэтажный прям стали старинной постройки богатой да ну вот тут уже практически ничего как бы не сохранилось понятно уже мало что да 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 очень основном когда люди уезжали они дома увозили с собой слышал протоколе они переезжали вот в кавернино через которые проезжали в основном вот они уезжали туда и дома увозили с собой даже если уезжали в город то они просто дом продавали кому-то и кто-то увозил куда-то этот дом понятно не но он все равно крепко выглядит у вас да все правильно надо собачка там привет привет да лает уже но не так ярко да тут скромные домики в этой деревне деревня уютная жили старообрядцы все как я предполагал и кстати если вы обратили внимание я не нашел здесь ни одного амбара ни одной царской палатки здесь нету из красного кирпича ну зато есть такие дома домище из дерева что любой зодчий позавидует такие дворцы можно сказать мини дворцы из дерева а это было скромной старообрядческой деревне ну возможно нынешние поколения также впитала некоторые традиции что ли я не знаю старообрядцев можно только предположить шестой домик со скворечником смотрите скворечник очень мило смотрится конечно домик тоже крепкий но и ему тоже порядка 100 лет сто лет точно есть лес здесь был хороший строили из зимней сосны поэтому дома стоят очень долго и даже без фундамента вот так могли раньше строить и все таки в конце деревни я нашел очень большой дом по размерам этой деревни вот с такой своеобразной кавернинской архитектурой сейчас мы его рассмотрим немного поближе ну и конечно по возможности не буду вторгаться в личную жизнь жителей деревни горель да вот дом интересный тоже старинные постройки так вот деревянное зодчество кавернинского района смотрите вот балкончик такой интересный пожалуй единственный дом деревне с такой архитектурой и на участке за этим домом стоит вот такой старый советский серно уборочный комбайн ск5 него мы ему же лет 40 или 50 и остатки оборудования по близости а дальше дорога уходит просто в лес ну и это пожалуй самый интересный дом этой деревне не деревне кончился возвращаемся смотрите от кавернинский район богат камнями на каждом поле можно накопать вот такой богатый вражай камней камней камни здесь такие вот разноцветные вот еще имеется здесь заброшенный дом с разбитыми стеклами заходить я туда не буду просто нет время на это это дом номер три кто здесь жил почему покинул эти места неизвестно будем с вами догадываться кстати говоря земли здесь мало потому что практически сразу за домом начинает расти лес это дом номер 6 я уже показывал он со скорейшником до тихо здесь но конечно распугал всех собак и они тут начали тяпкать со всех сторон уютная немного глухая деревня горель который мы с вами сегодня посетили вам спасибо за просмотр оставляйте комментарии и до новых встреч всем пока